Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Министр просвещения Сергей Красов лично представил Рашиду Тимрезову обновленный учебник истории России для 10-11 классов. На днях Сергей Сергеевич побывал с рабочей поездкой в Карачаево, Черкесии. Во-первых, хочу поблагодарить, чтобы спичь, для поддержки системы образования в Карачаево, Черкесии. Все результаты национального проекта достигаются в срок, по плану. Активно идет программа капитальных ремонтов школ, строительство новых школ. Со следующего года Карачаево-Черкесская республика включается в проект по созданию детских центров. Два детских центра новых будут созданы. Спасибо вам большое. И сегодня я хотел бы вам обновленный учебник 10-го класса истории представить, в котором постановлена историческая правда и раздел депортации. Спасибо вам большое, уважаемый Сергей Сергеевич. Искренне слова благодарности вам за то, что вы включились в этот процесс. И как федеральный министр, министр просвещения Российской Федерации, вы для детей из Карачаево-Черкесии и для всех детей из Российской Федерации восстановили историческую справедливость. Экономисты России отметили профессиональный праздник. В Доме правительства состоялась торжественная церемония награждения. Отметили тех, кто за долгие годы работы показал хорошие результаты в профессиональной деятельности. В чем суть специальности и о значимости профессии, расскажет Альбина Ламкова. В зале собрались те люди, которые тесно связаны с цифрами. Каждый из них выполняет невидимую рутинную работу. Но результат их деятельности очень важен. От их точного расчета и благоприятного прогноза зависит процветание любой отрасли. В роли предсказателя, основываясь на фактах, выступают экономисты. Это сравнительно молодой праздник и отмечается всего 8 лет. Но экономическая история России, конечно, насчитывает столетия. На разных ее этапах деятели экономической сферы сталкивались со сложными вызовами, которые преодолевались благодаря своевременным и выверенным экономическим государственным решениям. В наше непростое время не исключение. От современных экономистов требуются высокие компетенции, добросовестность и умение брать на себя ответственность. 11 ноября является днем профессионального праздника экономистов всей нашей страны. Работа экономиста подразумевает работу с большим объемом данных, с определенными цифрами, с аналитикой процессов, которые протекают в сфере экономики. Безусловно, это требует и большого умственно-интеллектуальных нагрузок. И, несомненно, является одним из важнейших оплотов процветания любого как субъекта и государства. Марина Гачияева работает экономистом с 2008 года. Начинала трудовую деятельность в Абадинском районе. Сейчас работает начальником отдела Министерства экономического развития Корчаева-Черкесии. Большинство выпускников школы чаще всего не имеют четкого представления о будущей профессии. Но Марина Гачияева твердо знала, в какой сфере будет трудиться. Профессию выбирала осознанно, шла целенаправленно именно по этому профессиональному пути. Профессия достаточно серьезная, значимая во всех сферах деятельности. В связи с тем, что в каждой отрасли есть экономисты. Экономист – ответственная профессия. Это призвание. От его работы зависит очень многое. Они определяют прогнозы и понимание того, в каком направлении должна развиваться экономика субъекта. От которой зависит и благосостояние людей, говорили на мероприятии. Министерство экономического развития – это голова всех министерств, голова всех программ. Хочу вас уверить, что мы все очень ценим вашу работу и надеемся, что вы в дальнейшем будете столь же профессионально, столь же успешно ее выполнять. Экономисты обеспечивают слаженную работу организации в самых разных областях. В свою очередь, предприятие определяет устойчивость экономики региона в целом. Труды экономистов отмечают каждый год. И в этом году к благодарностям и наградам было представлено около ста человек. Очень приятно, что руководство нас выделило для награждения грамотами различной степени. У нас очень дружный коллектив. О своей работе что могу сказать? Трудимся на благо нашего района, чтобы наш район процветал. Стараемся входить в ногу со временем. На церемонии награждения еще раз отметили то, что качество жизни населения и рост инвестиционной привлекательности будет, как и прежде, зависеть от профессионализма представителей экономики. Все ждут высоких результатов от благоприятных и верных прогнозов экономистов во благо нашего региона. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. КОНЕЦ У поэта и публициста Мана Фабачаева вышла новая книга «Четыре стороны света». Презентация сборника произведений прошла в Черкесске, в Республиканском доме печати. Подробности у Али Баташева. Стихотворение «Капля» в переводе Шахриза Богатыревой прочел его друг Анзор Хаджи Акбаев. Новая книга Мана Фабачаева «Четыре стороны света» издана в московском издательстве Перо. Это сборник поэзии, прозы и публицистики на русском языке. Первые три книги автора выходили на Карачаевском. Поэтические произведения даны в переводах таких известных авторов, как Владимир Романенко, Фарида Седахметова, Шахриза Богатырева, которая выступила редактором и автором дизайна обложки этого издания. Книга «Четыре стороны света» может быть адресована всему человечеству, считает автор Мана Фабачаев. «Как понять четыре стороны света? А свет, мир вообще имеет четыре направления. Вот поэтому, чтобы охватить весь объем, объем планеты, вот мы назвали четыре стороны». «Очень интересное сочетание и прозы, и поэзии. И мне кажется, это хорошо, что она вышла на русском языке. Такие авторы, как Манав Унухович, своим словом, своими стихами практически читаемы на весь мир». Задача Союза писателей – поддерживать талантливых авторов республики. В сентябре на средства, собранные этой общественной организацией, была выпущена книга народного поэта Карачаева-Черкесии Владимира Романенко, который выступил одним из переводчиков в книге «Четыре стороны света». Мана Фабачаеву вручили грамоту и статуэтку от Союза писателей Карачаева-Черкесии. «Все мое творчество, все мои пожелания именно посвящены народам, народам и дружбе народов. Без этого, без дружбы народов быть не может в жизни, вообще нельзя так жить. А наша страна, испоканная, как я знаю, бережет дружбу народов». В свои 87 Манав Батчаев бодр и полон сил. Сейчас работает над новой книгой, в которой хочет успеть передать следующим поколениям свои знания об обычаях, традициях, истории и культуре своего народа. «Книга будет на моем родном, карачаевском языке», – говорит автор. Али Баташев, Ахмат Чучаев, Али Бастанов. Вести Карачаева-Черкесия. Всем родом из детства. И самые теплые и яркие впечатления, как правило, связаны с этой порой. И касается это не только школы, друзей и различных увлечений. Даже предметы из детства нам кажутся особенными. Более трех тысяч экспонатов из своего детства и юности собрал коллекционер из Черкеска Рустам Кубанов. Его раритетная коллекция напрямую связана с эпохой СССР. Но Рустам не планировал показывать широкой публике свои экспонаты. На это его сподвигло обещание близкому человеку. Но обо всем по порядку расскажет Белла Джазаева. Вещи из СССР можно рассматривать бесконечно. И наверняка каждый, родившийся в Советском Союзе, при этом будет испытывать ностальгию. Жизнь сейчас намного проще и интереснее. И ассортимент всего гораздо обширнее. Полки многочисленных магазинов полны товаров на самый различный вкус. Но никто не сможет поспорить с тем, что все, что делалось в СССР, а тем более, если там присутствовал знак качества, было сделано, как говорится, на совесть. Свою трехтысячную коллекцию Рустам начал собирать еще в детстве. В первом классе мы поехали в гости к тете. И брат первый раз мне монеты подарил. Старые царские монеты. Мне понравилось. Я вот их забрал. И вот что-то с тех пор я собираю это все. Я не помню себя, чтобы я без какого-то старинного, чтобы увлечения не было дня. Рассматривая экспонаты, собранные в личном музее Рустама Кубанова, ты как будто бы на миг возвращаешься в свое детство и юность. А посмотреть здесь действительно есть что. Рустама, как коллекционера, в первую очередь, интересует вещи 50-х-90-х годов прошлого века. Неизгладимое впечатление производят очень многие экспонаты. Это хрустальные янтарные часы, старинные каминные часы, часы с боем, навесные и туристические часы. Всего здесь представлено более 150 часов. Здесь также можно увидеть чугунную лампу 30-х годов, шахтный телефон, елочные игрушки 50-х годов, раритетные книги начала прошлого века, стекло ручной работы, издательские машинки 60-х годов, колпаки хромированные на классические автомашины СССР, чугунные утюги, ретро-бодовая техника, изделия из латуни и бронзы. Одним словом, великое множество предметов быта и обихода. Вот эта лампа, она приехала с Якутии. Она приехала очень случайно. Ребята, которые поехали, линии тянули у нас на работе. Когда линии тянули, бабушка вышла из дома, попросила, чтобы лампочку вкрутили. Но она не знала, что здесь уже нереально. Они повесили новую лампу, свет сделали, эту сняли, буквально просто кинули на платформу КАМАЗа. Она приехала. Я объезд на работе делал, случайно увидел ее, смотрю, ну, вещь, которая пахнет стариной, чугунное, добротное. Стекло, которое обработано вручную. Раньше лили стекло, оно было матовое, и они обрабатывали. Вот это все обработано руками человека. Это ГДР, 50-е годы, парфюм. Вот, это для женщины, духи. Это для мужчины, вот с компрессором. Есть мыльница еще к нему. Рустам досконально знает историю каждого своего экспоната. Собирает он свой музей по частицам более 30 лет. Какие-то вещи он покупает в антикварных лавках, что-то приобретает на блошиных рынках, что-то ему дарят. Возвращаясь к теме того, почему же он все-таки решил показать свое сокровенное, Рустам говорит так. Я обещал своему честью, что вот это все люди увидят. Был случай, когда мы ехали с дачи, я просто случайно заехал сюда за ключами. И он следом зашел и увидел. Он вообще не думал, он был шокирован. И он мне говорит, я или сам вызываю, или я телевидение должен вызвать, чтобы они посмотрели, показали как бы. И он был заятлым коммунистом. Несколько что он увлекался этим, но он реально был рад, что вот такие вещи я коллекционирую. И я думаю, что ту мечту его я осуществил сегодня. Посмотрев коллекцию экспонатов Рустама Кубанова, многие очевидцы того времени, безусловно, вспомнят что-то свое о жизни в СССР, о приятных событиях, связанных с теми или иными предметами и вещами. Но и просто окунуться в свое детство, юность и молодость. Белла Джозаева Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Екатерина». Всего доброго и до встречи в эфире.